Что такое метаболизм? Многие люди говорят о метаболизме как об органе, который можно накачать, сгибать, разминать и контролировать. И еще думают, что у одних метаболизм работает по одному и другому, лучше и хуже. Это не совсем так. Вперва, быстро пробежимся по основам. Метаболизм происходит в каждой клетке нашего тела. По сути, это сумма энергозатрат на анаболизм и катаболизм веществ во всех клетках нашего организма. Следовательно, если мы лежим, метаболизм будет замедлен. Если мы едем, то метаболизм будет повышен, так как клетки мышц поглощают энергию и работают, чтобы перемещать тело в пространстве. Если едем и едим, тогда метаболизм будет еще выше, потому что желудок начнет переваривать нашу пищу. Чтобы не происходило путаницы, сразу стоит разделить метаболизм на три основные составляющие. Метаболизм покоя – это энергия, необходимая для обеспечения энергии всех важных органов и систем, максимально близко к состоянию покоя. Мы находимся во сне, активности нет, но энергия продолжает сжигаться. Чтобы работали все органы и системы организма, термический эффект пищи – энергозатраты на переваривание, усвоение пищи и прохождение ее по ЖКТ на выход. Метаболизм активности – это энергия, необходимая для передвижения в пространстве и удержания прямого положения стоя, сидя или в ходьбе. Да, и вообще любого мышечного сокращения – моргания, печатания, разговора, глотания. Метаболизм активности еще делят на нетренировочную активность – неосознанная, спонтанная и тренировочная активность – осознанная, запланированная. Около 15% энергии забирает на себя нетренировочная активность. Тренировочная активность отнимает в среднем от 5 до 10%. Отсуточной активности тренируются люди в среднем час, а двигаются от 14 до 16 часов. Даже с учетом интенсивности тренировки все равно проигрывают в энергорасходе. Непрофессиональный спортсмен не сможет тратить много энергии за счет тренировок просто потому, что не способен выполнить такой объем работы, который был бы равен хотя бы нетренировочной активности из-за утомляемости и нехватки сил. Еще энергии 10% уходит на переваривание пищи. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok